Это мы вот видите, что делаем? Это нас вот так вот встретили. Вот это нам вот кушать только привыкли, то мы думаем, может быть, это еще людям нужно покушать, потому что нам это очень много. Мы начинаем, вот там это можете, вот эту квартиру, которую дом нам дали, кланяемся людям в пол. Благодарны за все, как нас встретили, как нас приняли. Вы не понимаете, если говорят, что есть здесь люди, которые что-то им не нравятся или чем-то они недовольны. Я просто, как житель Украины, я выросла в Одессе и прошу ни в коем случае так не относиться к этим людям и не делать каких-то репостов о том, что здесь все не то. Это все неправда. Я же говорю, это в пол, в землю, кланяюсь людям, начинают самые таможни. Здесь мои дети, мои внуки и вы не понимаете. Скажите, пожалуйста, вы откуда? Мы с Одессы. Мы жили в этом страхе 4 дня. На пятый день утром рано нас оттуда увезли. Что там было? Ну, мы живем вообще в такой территории, где у нас буквально 15 минут море. Центр нашего района. У нас рядом боинская часть, которую два раза взрывали. У нас настолько гремело, у нас стены дрожали. Так гремело. Дети все на нервах, все в переживаниях, естественно, и мы, но как взрослые мы прятались. Там у нас есть отдельная комнатка, где нет ни окон, ничего. Как бы мы туда все на ночь уходили, потому что очень страшно. В центре более как-то немножечко, может быть, было не так. Но мы все-таки, вот у нас воинская часть, с которой взрывают воинские части. У нас порт Одесса, с одной стороны порт Ильичевский, с другой стороны. Поэтому мы как-то в середине всего этого находимся. Да. Очень страшно. Мужья и сыновья все за нас, конечно, переживали. И поэтому решили нас оттуда отправить. Сами все остались там. Папа 78 лет, сын, зять. Очень я за все переживаю. Никто в жизни, я не знаю, никто, я прожила 60 лет, я в жизни не думала, что у нас такое может быть в наше время, такое может быть, не думала никогда. Да, сыну 35 лет, он остался дома. А есть связь? Что они говорят? Связи, да, есть. Да вы что, конечно, слава богу, что есть связь. Спасибо большое, что все это нам предоставили. Ну ничего, что. В квартире, в доме, мы тоже в частном секторе живем. В частном секторе, как бы в квартире, в доме не слышно тревоги. А на улицу, когда выходят мальчики, то слышно сирену. Ну так где-то бахкает в округе, говорит. Но не так, как было, когда мы были. Были взрывы. Было очень страшно, очень громко. Рядом эта же воинская часть, которую два раза, да, бухкали. Что стены, да, стены дрожали. Вот это было страшно. Сейчас, да, оно как бы стреляют, но пока вот, говорит, как в округе. Но стреляют. И каждый день. У нас, получается, очень много друзей и родственников в Одессе. И все живут в разных районах у нас. Ну вот город, и все в разных районах. И вот мы все вот как бы на связи. Тетя живет в одном районе с семьей. Там братья, сестры по другим районам. И мы все на связи. У нас вот группа. И мы все. У кого воздушная тревога, тот пишет уже воздушная тревога. То бишь мы все все видим. Мы все все слышим. Что они там, что мы здесь. Кто, говорит, мы уже прячемся. Кто, говорит, мы ночуем в подвале. В Ильичевский брат семью отправил. Они тоже здесь, в Молдове. А сам остался служить. Да. Это вообще, это ему непостижимо. Во-первых, у нас город Одесса. Он настолько у нас город, который мы людей принимали. Но мы не думали, что нам придется даже куда-то бежать. Оставили дом, оставили все? Все оставили. Все. Что успели взять? Успели необходимые вещи взять. Все, что мы успели. Все, что нужно. Надеемся ненадолго. Спасибо, что приносят люди еду. За все огромное спасибо.